Команды 2-е место за россиянами, две золотые медали, в принципе это нормальный вариант этой команды, которая есть, потому что в основном все боксировали, мы сами не командами, мы все-таки будем говорить, что после чемпионата Европы, которая прошла месяц назад, было 5 медалей, а оттуда никого не было. Все, где ребята отдыхают, библи взяли свои, у Трафанова, Двозик и Берича, ребята боксировали, кто-то выиграл, кто-то попал, жеребьевка не очень была, но здесь грех жаловаться, жеребьевка в принципе не очень хорошая, потому что у нас первые бои предварительные, там по-моему 3-4 россиянина, 2 казаха, 2 узбека, то есть там ничего хорошего не было, мы убрались. Скажем так, если бы жеребьевка была другая? Ну мы русские бы не обошлись все равно, потому что там, ну их невозможно было, тем более, что там были скандальные бои, ну Беринчик в полуфенаре выиграл бы и не отдали, или два предупреждения от фенаря просто, хотя нужно было русскую дисквалифицировать за задержание. Ну, то есть реально, в принципе, если бы было... Ну наше место второе, мы здесь этим составом, это очень хорошо результат. То есть общий командный результат вас устраивает, но в частности... Да, да, но мы бы не были в России, там все, русские поставили, все на это у них вся, вся команда у них, олимпийские, все участники Лондона, все боксировали там, и на чемпионате Европы, поэтому... Ну, скажем так, чем вы больше всего недовольны? Каким боем? Боем Беринчика? Ну, обидно за Дениса, он, ну, во-первых, он не очень хорошо был готов, после WSB у него были проблемы со здоровьем, и вообще спасибо ему большое, что он собрался, такие тяжелые бои выиграл. Ну, молодец, мужик. Ну, ребята, конечно, молодые, кто-то подгорел. У Дениса Лазарева была хорошая жеребетка, он мог до медали дойти, но, к сожалению, проиграл турецкому боксеру, который стал призером. Ну, это, по-моему, такой прокол, который... А из тех ребят, которые не стали призерами, конечно, лучше всех отбоксировал Георг Манутнян. Он выиграл у казахского боксера в тяжелейшем бою, и второй бой, россиянин, чемпион Европы, он сражался там, как рев. Ну, не хватило немножко, чуть-чуть не хватило. Ребята, которые сейчас приехали на универсиаду, в принципе, вы бы отправили на чемпионат мира кого-то из них? Ну, я думаю, что вот первая четверка, призеры и Манукян, это люди, которые могут рассчитывать на чемпионат мира. Манукян в своем весе сейчас? Ну, я думаю, что где-то они мужики, даже с Денисом Тайцыгом где-то уже начинают подпирать. Все остальные ребята, конечно, ну, может быть, Денис Лазарев не дотягивает пока. А, бой Архипенко. Ну, Архипенко, он боксировал в Самаро, он чемпион Европы такой, прошел Крым-Рын. Ну, достойно сражался, но не хотел опыта просто. Он в конце даже уже прижал, стал уже перебивать нам, уже бой. Расскажите в общем об универсиаде, так как мы говорили, это уникальная события. Мы говорим про бокс. Да. Ну, многие пожертвовали, сейчас закончился чемпионат Ании, закончился. Узбеки пожертвовали, Азии, корейцы, монголы, все привезли, только казахи привезли вторую команду. Вот они нас здесь стали, заняли 7 первых мест. А здесь у них ни одного нет вообще, 2 вторых. А, ну, русские, я уже сказал, ребята, они тоже олимпийская команда боксировали. У них-то была вообще, по-моему, команда, как можно больше медалей завоевать, по всей виду спорта, они бросили все. Ну, там немножко политика. Ну, и с обещанием это нераконично, по качеству. Не было кибирсов, конечно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...